Вот водный баланс тоже, да, обращаю ваше внимание, это существеннейший элемент, в общем-то, программы. Почему? Потому что, я думаю, сама логика житейская подсказывает вам, что надо обязательно концентрацию токсинов во внутренней среде уменьшать. А уменьшается за счет чего? За счет увеличения количества растворителя, где эти токсины растворены, то есть той самой жидкости. Вот поэтому в норме, безусловно, употребление в среднем 30 миллилитров на килограмм веса. Но у кого-то не получается, кто-то может 25, а у кого-то, так сказать, вполне нормально 35. Вы можете увеличить, если у вас это получается естественным путем, во время именно курса детоксикации, количество употребляемой жидкости, но естественно без ущерба для вашего физического и морального состояния. То есть опиваться едой, чтобы вы потом чувствовали себя, так сказать, хуже, совершенно не нужно. Вас получается увеличить? Увеличьте. Не получается, значит получится в следующий раз. То есть вы примерно придерживаетесь определенных рекомендаций, но важно, что вода должна быть при этом чистая. Если вы употребляете воду, значит, обращаю ваше внимание, что вода, которая содержится в пластиковых бутылках, она может содержать в себе остатки вещества, которые называются бисфенол. Об этом я рассказываю на большой лекции, посвященной детоксикации. И весь пластик, он делается с использованием бисфенола, поэтому лучше употреблять воду, водопроводную, пропущенную через фильтр, как ни странно. Либо воду питьевую, но не в пластиковых, а в стеклянных бутылках. Соответственно, это тоже надо иметь в виду. Есть хорошая система очистки в программах Амвейва. Многие, так сказать, используют, многие знакомы с таким фильтром. Пожалуйста, вы можете его сейчас самым активным путем, вот есть спрынг, абсолютно правильно подсказываете использовать. Важно, чтобы эта вода была исходно нормального качества, исходно из таких вот приличных источников, чтобы в ней были микроэлементы, чтобы она не была дистиллированной. Потому что в противном случае она принесет только вред организму, поэтому берите нормальную просто водопроводную воду, очищайте ее и, так сказать, используйте. Вы можете также после очистки воду использовать талую, если хотите. Можете ее заморозить, вот, потом, так сказать, после оттаивания часть, так сказать, вот этого льда как бы выкинуть, который всплывет, и использовать то, что осталось. Это будет вода еще более хорошего качества и так далее, и так далее. То есть у вас, ну, таких вот, скажем, просторов для творчества очень много. Вы, вот, все то, что хотите воплотить с точки зрения своих каких-то идей по использованию воды, вы можете это делать, потому что качество воды очень серьезно влияет на результаты программы детоксикации. Ну, что сама вода может быть источником, как я уже сказал, токсинов. Вот сахалинскую морскую продукцию покупать можно ли? Ну, с учетом того, о чем я сказал, вот такой есть нюанс, что вы должны быть уверены в результатах, вот, исследований этих сертификатов, они честные должны быть, по поводу вот этих морских водорослей и так далее, и так далее. Вот, поэтому смотрите, будьте осторожны, сахалин это не так уж далеко от Японии. Вот, значит, ну, вот хорошо, что да, вы здесь с микроволновками, я вижу, так сказать, имеете определенные позиции и с собой, в общем-то, занимаетесь. Ну, в пластиковых бутылках, вы понимаете, я на что обращаю ваше внимание, что пластик везде. Просто должны об этом помнить и избежать совсем контакта с пластиком не удается, это очень сложная задача. Поэтому просто постарайтесь его минимизировать. К минеральной воде я отношусь очень хорошо, вот, только использовать минеральную воду с газом не надо, вот, она, как бы, в общем, не очень полезна для организма, желательно, чтобы газ этот вышел. Поэтому надо открыть бутылочку, пусть она постоит, и потом ее использовать. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, тогда используйте уже воду подогретую минеральную, да, где-то минут за 20 до еды полстакана. Вот, те же ясентуки, те же боржоми наиболее вам известны, только покупайте их, пожалуйста, в аптеке, потому что очень много фальсификата. Субтитры создавал DimaTorzok